Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот у меня совершенно замечательные брюки. Конечно, не всегда достаются ненужные джинсы с таким количеством отделки. То есть это просто мне повезло. Поэтому я спокойно вот эту часть пущу на боковую отделку. То есть для начала я определяю, что же я буду делать. То есть вот такие замечательные карманы я ставлю и пущу на боковую часть рюкзачка. То есть в данный момент я занимаюсь тем, что определяю, как я буду распределять эти джинсы. И где будут карманы, где будут джинсы, а где будет вязаное полотно. Итак, поскольку у меня будет клапан сзади, то есть получается, что на передней части рюкзака, то есть я не могу закрыть такие красивые карманы клапаном. Они должны быть видны, они пойдут сбоку. Сбоку один карман, сбоку второй карман. Заодно я воспользуюсь этими замечательными карманами, и мне не надо будет их шить. А части, которые у меня будут закрыты клапаном и пойдут к спине, я свяжу. Можно будет вывязать кармашек тоже для ключа или для карточки. Хотя здесь карманов более чем достаточно, в принципе, можно будет воспользоваться ими. Итак, определились, как я буду это все оформлять. Теперь берем размер рюкзака. А у меня рюкзак. 70 на 40, высота 40, с учетом подгиба. 70 кругов, потому что вот так вот, если положить, согнуть рюкзак, то получается 70 сантиметров, это не так много на самом деле. То есть рюкзак будет не самый большой, мне нужно, чтобы туда входил планшет, чтобы туда входила папка А4, чтобы туда входила книга и еще много чего. Поэтому делать крошечный рюкзак я не буду. 70 сантиметров диаметр, не диаметр, а по кругу рюкзака, не много и не мало достаточно. Он не должен быть очень громоздким, он не должен быть очень маленьким. А если у вас какие-то другие размеры, вы, конечно, берете свои. Распределяем, как я буду сшивать это все. Брюки нужно разрезать. Ну, разрезать их я могу, конечно, один раз. И сшить я потом их не смогу, поэтому к этому вопросу нужно подойти очень серьезно. Вот мой карман. Ориентироваться буду по этому карману. Что можно сделать? Поскольку прямое полотно будет, я мерю по самой узкой части. Можно, конечно, поскольку он на резинке мне стягивает и мешает, можно было отрезать пояс и уже по нему смотреть, отпарить, смотреть, чтобы не было стяжки. Но, в принципе, это не важно. Посмотрим так. В самой узкой части джинсы составляют 18 сантиметров. 18 на 2 это 36, это как раз половина сумочки. Но я могу сделать еще проще. У меня очень красивая боковушка в этих штанах. Я могу оставить 18 этой части и плюс еще кусок переднего кармана. То есть здесь буковки, здесь все это так зашито, застрочено. Все очень красиво, интересно. Могу оставить еще сантиметров 8-9, может даже весь карман, если весь карман пойдет, то это где-то 9-10 сантиметров. 18 до 10 получается 28. 28 на 2 это 56. У меня 70. 70 минус 56 получается 14. То есть 14 на 2 делить это уже будет очень мало. Смотрите, видите, мы сейчас принимаем решение, как мы будем оформлять труда. Теоретически я могу распороть вот эти штанины, сшить их, чтобы получился вот такой вот ровный полотенок. И все, чего мне не хватает, надо вязать. Теоретически совсем можно и не вязать, можно даже воспользоваться этими же джинсами, разрезать, сшить. Такую трубу, собрать из нее рюкзак. Вот сюда продеть планку какую-нибудь пришить, продеть веревочку, затянули. И самый простейший рюкзак в котомку у вас готов. Из таких сказочных штанов это можно сделать замечательно. Но мы не будем упрощать. Мы сделаем, поскольку у нас все-таки вязаная вещь, либо трикотаж, либо какие-то вставочки, все равно нужно немножко эти брюки разбавить, оживить. Ну, первое, что я сейчас делаю, это я отпарю пояс, потому что он мне по-любому будет мешать. Распарю боковой вот этот шов, внутренний. Внешний пока оставлю. Внешний шов я оставляю, боковой. Внутренний шов я распарываю. Распарываю передний шов. И, так, то есть убираю пояс, вот этот внутренний шов и передний шов. Все это я отпарываю и смотрю, что у меня получается. И желательно, конечно, отпарить эти брюки, погладить их еще раз, чтобы они улеглись так, как они будут лежать. Без заломов, без защипов, потому что если я буду оставлять боковые карманы, мне придется их либо зашить, либо подколоть, потому что, видите, все оттопыривается, все в таком виде, не отглажено. Поэтому сейчас я должна все отгладить, разрезать и будем смотреть дальше. После того, как я отпарила те части, которые мне нужны для рюкзака, сейчас моя задача вот так вот аккуратненько, ровно отрезать на эти прямоугольники до самого низа. И верхняя часть мне тоже будет не нужна. Сейчас я вырезаю ровные прямоугольники. И буду смотреть, сколько мне не хватает до 70 см, остальное я надвяжу. Обрезали карманы, которые мне пойдут где-то по серединке выкрытия. Здесь у меня будут боковые части. Здесь у меня будет вязаная часть. И по бокам тоже вязаная часть. То есть у меня будет 4 детали. 2 джинсовых и 2 вязаных. Сейчас смотрим. У меня 2 детали по 20 см. Ну, где-то по полсантиметра, беру всего по полтора сантиметра с общей длины, будет на шов. Пойдет на сшивание. И остается 70 минус 20, плюс 20 и минус 3. Вот это вот количество сантиметров я делю пополам. И вывязываю 2 детали. Либо вырезаю из трикотажа, либо из другой какой-то ткани. Если вы не хотите делать из трикотажа, можете из этих же джинсов вырезать такие же кусочки. То есть моя задача довести прямую вот это вот полотно до 70 см. То есть я добавляю либо с одной стороны, либо с двух, либо посередине, как угодно. Вот какая у вас фантазия, как вы хотите оформить свой рюкзак. Я вывяжу 2 полоски. Длина полоски равна длине детали. И ширина половина всего вот этого длины, которой мне не хватает для того, чтобы закрыть полностью мою выкройку. Вот 2 вот такие детальки такого вот размера я сейчас должна вывязать на вязальной машине. Вязать я буду из той пряжи, которая у меня есть. Покупать специально я ничего не буду. Все остатки сюда пойдут. Сюда идет любая разнофактурная пряжа. Все, что у вас есть. Чем она будет, скажем так, более разной, тем лучше. Тем интереснее. Любые цвета, любые фактуры, любой состав пойдет очень хорошо. Все остатки мы пустим на этот рюкзачок и украсим его очень замечательно. Поэтому идем, набираем на вязальной машине. Я посчитала, что мне нужно набрать 40 петель и провязать 165 рядов. Вот я сейчас набираю на вязальной машине средненькой плотностью 40 петель, провязываю 165 рядов, причем пряжу буду менять каждые 5 рядов. Вот смотрите, какая получается полоска. Полоска вывязанная из остатков пряжи. Она как раз ляжет между деталями. И нужна будет еще одна такая же, которая ляжет с этой стороны, с другой стороны. У меня получится вот такая круговая труба, из которой я уже буду формировать рюкзак. При желании можно сюда привязать карман. Можно оставить вот так, потому что этих карманов наружу, в общем-то, достаточно. Итак, одну полосу я связала, сейчас мы вяжем вторую. Как я уже сказала, вы можете воспользоваться моими расчетами. Набрать 40 петель и провязать 165 рядов. Вы можете делать полоски пошире, можете поуже, можете оформлять фангами, чтобы было поплотнее. Мне придется применять уплотнитель, потому что вязанное полотно очень жидкое. Оно не будет держать форму как следует. Поэтому, если вы хотите, вы можете вязать плотной вязкой какой-нибудь, чтобы вам не пришлось использовать уплотнители. Но тогда расчет вы тоже делайте сами. Вяжем полоску, произвольно меняя цвета. Тут нет никакой системы, цвета берем любого количества рядов, любого, как я уже сказала, любой фактуры, любого цвета. Цвета, как я уже сказала, берем любой фактуры, любого цвета, полоски любой длины. Здесь у меня не 40 рядов, а 50, потому что полосочка одна будет 40 петель, вторая 50 петель. Длина 165, обе одинаковые полоски. И вот такой длины мы ее сейчас довяжем и будем собирать рюкзачок. Вот мы провязали полоски из шерсти. Есть полоски и джинсы. Теперь моя задача все это сшить. Я должна сшить все полоски по очереди, сшить их вместе. И, собственно, большая часть рюкзачка у меня будет уже готова. Но я не могу оставить полоски вот в таком вот рыхлом виде. Поэтому сейчас я беру достаточно такую плотную плащевку, либо любую другую ткань, которая просто хорошо держит форму, плотная. Вырезаю ее по ширине полосок вязаных. Причем, поскольку полотно вязаное, она очень деформируется хорошо. То есть где-то 20 см, где-то 19, где-то 20,5 см. Я вырезаю ровную полосочку, пришиваю аккуратненько руками по самому краюшку полоски плащевки, либо другой ткани, которую вы выберете. И уже вот эти вот полоски я должна буду, кстати, прометать, где-нибудь пришить, либо руками пришить, либо на машинке прострочить местами, для того, чтобы скрепить эти две ткани. Было бы неплохо еще их проклеить дублерином. Это было бы совсем здорово, есть двусторонний тублерин. Совсем будет все плотно и здорово. Тогда точно ничего не сядет, никуда не уедет, не перекосит. Но, в принципе, достаточно будет подшить к плащевке и простегать, либо руками, либо на машинке кое-где пройти. Вот хотя бы по черным полоскам прошить. Не забудьте как следует скрепить булавками, либо руками прометать, чтобы при прошивании у вас не сместилось вязание. Когда у меня будут ровные полоски, пришитые к ткани, мне уже будет гораздо проще сшить все детали, для того, чтобы сформировать уже сумочку. Ну вот, изнаночная сторона и лицевая. Выровняли по ткани вязание. Видите? Булавочками все приколото ровно-ровно и подпарено так, чтобы четко по краям легло вязание, чтобы она нигде, нигде, нигде не перекосилась. Одна часть и вторая. Теперь спокойненько прошиваю на машинке или руками. Прометываю так, чтобы у меня это точно уже никуда не сбилось. И местами так, чтобы было не видно, а может наоборот, чтобы было хорошо видно. Надо простегать это вязание вместе с плотной тканью, которая не даст нам деформировать вязание. Потому что, когда вы постираете у нас рюкзачок, это все разойдется. И вязание может повиснуть очень некрасивой тряпочкой. Потому что мало ли в каких условиях вы будете стирать, мало ли в каких условиях вы будете этот рюкзачок носить. Поэтому вязание либо вдоль, несколько стежков, либо поперек, либо каким-то рисунком можно простегать. Можно проложить синтепон на самом деле и простегать по вязанию. Будет очень рельефная фактура, будет вообще замечательно. Очень красиво это все выглядит, как угодно. Можно наношить сюда пуговки-бусинки, можно все что угодно для того, чтобы скрепить вязание с плотной тканью. Я прошью. Можно использовать фигурные швы, у кого машинка позволяет. Можно все, можно, как я уже сказала, любые-любые-любые варианты отделки. Мне просто главное принципиально скрепить ткань и вязание. Можно было бы наклеить двусторонний флизелин. Тоже вариант, тоже замечательный вариант, но простегать все равно придется. Потому что бывает такое, что флизелин отклеивается от ткани при каких-то там, может быть, опять же, во время стирки. Все равно придется хоть где-то, но прихватить вязание. Вот сейчас мы этим и займемся. После того, как мы прошили полоски, можно сшить детали. Для этого просто лицом к лицу складываю и сначала, естественно, булавочками приметываю и прошиваю по самому краешку. Пришиваю полосочки. После этого делаю общую подкладку и надо будет немножко прострочить, опять же, мое изделие, чтобы ничего никуда не отвалилось. Сейчас просто пришиваю все три полоски. То есть последнюю полоску я пришивать не буду. Я делаю три шва. Раз, два, три. Последний шов я сделаю, когда будет уже подкладочная ткань нашита на мой рюкзачок. Я сделаю один общий шов. Пока я этого не делаю. Складываю вязание и джинсовые полоски лицом к лицу, скалываю булавочками и прошиваю на швейной машинке. То есть здесь все просто. Получается вот такая конструкция. Одну часть я уже пришила, сейчас я пришиваю вторую. Просто булавочками, тут даже сметывать не надо, оно держится очень хорошо за счет вот этого уплотнителя. После того, как мы пришили все полоски, сзади берем дублерин, флизелин, что угодно, любой материал, который у нас является укрепляющим, и приклеиваем. Для того, чтобы у нас не отклеился в процессе эксплуатации, можно прострочить. То есть прострочить. Заодно мы укрепили шов, прострочив дополнительно, и пришили флизелин. Конечно, так не делается, но он должен держаться, но на всякий случай я его пришила. Можно, на самом деле, еще один уплотнитель проложить и прострочить уже к нему. Но я не хочу еще больше уплотнять, потому что это достаточно и так толстая вещь получается. Больше я уплотнять его не буду, мне, в общем-то, этого достаточно. Теперь берем подкладочную ткань, из которой мы будем делать подкладки. И по размерам нашего получившегося вот этого прямоугольника вырезаем подкладку. В ней я сейчас намечу кармашки, как вам нравится. Карманы могут быть абсолютно любыми, прорезными, накладными. Кто-то может вообще будет без кармана, кто-то может косметические будут какие-то вкладывать. То есть на ваше усмотрение мы сделаем прорезной карман обязательно, накладной карман и карман для телефона. Потому что это все очень нужно, это все три кармана очень необходимы. Мы сейчас покажу вам, как делать прорезной карман, накладной. Для телефона будет карман простой, потому что они сейчас плоские, для них уже нет необходимости делать специальное утолщение. На такие телефоны достаточно просто кармашка по размеру. Вы только определяете, как вы хотите его положить, вертикально ставить или горизонтально класть. То есть с карманами сейчас дело упростилось, телефонами. Итак, вырезаем, подкладку желательно прогладить. Она у меня, видите, залежала, поэтому немножко мятая. Сейчас обрежу ее по контуру и поглажу, и будем намечать кармашки. Подкладка вырезана, молнии. К сожалению, у меня сейчас нет возможности сходить в магазин и купить две одинаковые молнии. Я купила одну, но сейчас передумала, буду делать две молнии, два кармашка на молнии. Поэтому молнии получаются разные. Если вы заранее готовитесь, конечно, нужно продумывать модель и покупать вещи, фурнитуру все заранее. Так, у меня лежит подкладка специально на лицевой стороне заготовки рюкзака, для того, чтобы я определила, где именно я хочу делать карман. Карман в верхней части будет не с самого верха, но где-то ближе к верху, чтобы мешковина была достаточно большой. Так, отмечаю. Один карман будет по спине, вот эта у меня спина, вот эта у меня спина, более длинная часть, на спину пойдет короткая часть, на лицо. Поэтому делаю где-то, вот отмечаю на подкладке, просто ставлю размер кармана. Хотя карман у меня может быть абсолютно любой, он уже будет совершенно не связан ни с джинсой, ни с вязанием, но тут не важно. Мне главное определить, вот сейчас я определяю, где по уровень, уровень кармана. Вот где-то тут он будет и где-то вот тут. Сейчас я, конечно, все это померю и уточню, чтобы у меня не было перекоса вверх-вниз. Все, померю линейкой, для того, чтобы карманы были ровные. И нарисую точный карман, вырез кармана ручкой. Не бойтесь рисовать по лицевой части, не страшно лицевой, по лицу, ручкой. Сейчас нарисуем отверстие, которое буду вырезать для кармана мешковиной, прорезного. Вот я отметила линейку, линию, здесь у меня будет прорезной карман, как раз по длине молнии. Теперь, совершенно не боясь, это лицевая сторона, отмечаю по полсантиметра вверх и вниз. Просто даже ручкой. Ну, лучше карандашиком, потому что я сейчас буду загибать. Поэтому отметила, карандашом провожу линии. Полсантиметра, это то, что я сейчас загну внутрь. Можно, конечно, и не рисовать, потому что мне придется сейчас... Первое, что я сейчас делаю, я приклею уплотнитель флизелин. Для того, чтобы у меня ничего не разлетелось, и для того, чтобы уплотнить молнию. Вот такой вот карман у меня будет. Один карман прорисовала. Видите? У меня нарисовано по периметру линии. То же самое я делаю со вторым карманом. Совершенно спокойно, не боясь, рисую полсантиметра вверх-вниз. Вот, две линии. После этого, сейчас я вырежу небольшой кусочек флизелина. И с изнанки наклею на вот эти вот места. То есть с запасом, где-то вот такие вот куски, где-то вот так вот сантиметров по 5, я наклею по всему периметру флизелин. Для уплотнения. Не боимся, сейчас все наклеим, потом будем резать. Резать сначала не нужно, потому что, например, у меня очень сыпучая ткань. Простая подкладка, она сыпется. И чтобы избежать проблем, мы сейчас берем немножко плечи. Вот у меня как раз есть полоска. Она немножко шире, чем надо, но это не страшно, это даже хорошо. И совершенно спокойно отрезаю. Это на короткий кусок пойдет. Вот у меня длинный. Отмечаю, это пойдет на длинный кусок. Отрезали флизелин. Теперь переворачиваю на изнаночную сторону. У меня прекрасно видны, здесь вам, наверное, плохо видно, но я вижу хорошо, где у меня разметка. Поэтому я спокойно бугристой стороной накладываю этот флизелин на подкладочную ткань. И сейчас утюгом все это прижму. У меня получатся места карманов заклеены, очень укреплены. Теперь точно при разрезе ткань не рассыпется, и карман будет очень плотненький. В этом месте это очень хорошо. Проклеили. Видите, флизелин хорошо приклеился с обратной стороны. Здесь будет молния. И по линеечке совершенно спокойно, не боясь, уже разрезаю. У меня подкладка не денется вообще никуда. Но разрезаю не до самого конца, а заканчиваю где-то в сантиметрах полутора от конца линии. Вот у меня заканчивается карман. Остановилась я заранее. И из этой точки к краям делаю натечки. То же самое с обратной стороны. Дохожу до полутора сантиметров где-то. И натечки на края. Теперь беру тоненькие-тоненькие иголочки. У меня есть толстые иголки, есть тонкие, есть всякие-всякие. И каждая булавка. Для своих нужд. И аккуратненько по той линии, которую я заранее нарисовала. Аккуратненько вот так вот загибаю кармашек. Видите, загибаю и булавку прикалываю. Загибаю и прикалываю булавку. Можно не прикалывать булавки, запарить, прогладить утюгом и запарить карман утюгом. Но лучше сначала приколоть, потом еще раз пойти и прогладить этот кармашек. Закололи. Видите, с одной стороны. Сейчас то же самое делаю со второй стороны. Булавочки. Тоненькими-тоненькими булавочками. Закалываю карман. Второй карман буду делать абсолютно так же. Сейчас показываю вам на одном кармане. Очень просто, очень быстро. И главное, что никакие хвосты нигде не торчат. Не нужно ничего закрывать. Потому что, как я знаю, очень у многих какие-то сложности с карманами возникают. Некрасивые молнии торчат. Швы кривые. Здесь нет ничего. Здесь очень просто, на самом деле. Это кажется, что прорезной карман в рамочку это очень сложно. На самом деле, это гораздо проще, чем ровно пришить карман накладной. Здесь все, все спрятано, все убрано. Видите, рамочка уже вырисовывается. Сейчас еще два момента. Здесь вот по краям убираю уголок. Аккуратно закалываю его. Один. Чехолки падают. И вот второй. Я его убираю. Подкалываю. Видите, вот. Вот моя рамочка прорезная. В нее внутрь прекрасно встает молния. И просто подшивается по кругу. Все. Никаких секретов. Смотрится гораздо аккуратнее, чем накладной карман. И гораздо проще, честно говоря, делается. Вот сейчас делаю то же самое со вторым карманом. После этого приглажу подкладку, чтобы она у меня, вот как я ее приколула, так она и загнулась. После того, как мы прогладили все, можно снять булавки. Видите, наша подкладка уже никуда не денется. Если она не держит форму, тогда булавочки не вынимайте, либо немножко прометайте этот кармашек. Да и вообще, если вы не уверены в своих силах и никогда раньше не занимались вышиванием карманов, лучше приметать карман. Так, вставляем молнию внутрь кармашка. Железная закрепка у нас видна, чтобы ее случайно не прошить. И теперь, вот у меня карман, помните, полсанциметра вверх, полсанциметра вниз. То есть у меня вот это вот отверстие ровно сантиметр получается. Поэтому сейчас я стараюсь распределить расстояние между змейкой и концом кармашка равномерно. И просто прикалываю мою змейку, молнию, к подкладке. Так, чтобы сама вот эта моя змейка на одном расстоянии от концов подкладки оставалась. То есть слежу за этим этим внимательно. Видите, у меня расстояние по всему периметру кармашка будет одинаковое. Это очень важно, чтобы карман выглядел аккуратно. Так, аккуратно, аккуратно привязываю. Здесь чуть-чуть расстегнуть. Зажимаю хвостики, которые я потом буду пришивать. Если у вас нет швейной машинки, можете это делать руками. В принципе, не важно. Главное, это аккуратность. Аккуратненько пришьем, и все будет замечательно. С верхней части поступаем то же самое. Точно так же. У меня все выровнено. Поскольку все делалось по линейке, аккуратно, все должно совпасть. Ничего нигде не должно никуда уехать. Подправляем руками. Все, все приколото. Кармашек приколот. Вот теперь в таком виде, как он есть. Я беру лапку для вшивания молнии для швейной машинки и прошиваю. Так, это мой один карман, это мой второй карман. Сейчас аккуратно по самому краюшку, буквально в миллиметре от края, я должна на швейной машинке пришить. Еще раз повторю, если у вас нет лапки, или у вас нет швейной машинки, или вы не умеете это делать, аккуратненько, вот так руками пришейте эту молнию за краюшек подгиба. Самое главное, пришить ровно подгиб к молнии, к ленте. Вот с этой стороны молния должна отставать немножко. То есть я пришью за самый край, вот эта часть будет отставать. К ней я буду пришивать мешковину кармана, она очень важна. Поэтому я пришиваю по самому краюшку. По самому краюшку, потому что у нас загиб очень маленький, чтобы ничего никуда не вылезло. Пришейте. В принципе, кто может и кому не хочется вот таким заниматься, можно даже связать подкладку для нашего чудного рюкзачка. Еще проще у нас, поскольку вязание, можно просто вот эту всю подкладку не сшить, а связать. А можно просто сшить без карманов. Все на ваше усмотрение. Я просто очень люблю карманы, причем люблю аккуратные карманы, чтобы было много и чтобы ничего не валялось у меня на донышке. Поэтому я вшиваю два таких кармана и два накладных. После того, как пришью молнию. Просто приставляем лапку и прошиваем. Лапка как бы срезанная. Получается, что есть только один хвостик, второго нет. Второй как раз у нас идет по молнии. Молнию я отодвинула. Сейчас я прошью, закрываю молнию обратно, потому что мне вот этот замок не даст прошить ровно. И, вот видите, в самом-самом миллиметре, здесь вам плохо видно, от края, в самом-самом кончике, я прошиваю строчку. Делаю. После этого спокойно убираю булавки. Если вы этого не делали, еще раз говорю, приметать обязательно. Как шить мешковину в наш карман прорезной? Определяю с длиной. Просто складываю пополам, определяю, какой длины мне нужна мешковина. Я делаю все это вообще одним полотном, даже для того, чтобы избежать шва внизу. В принципе, это, в общем-то, и не нужно. Делаю. Сначала я делаю шов. Вот здесь у меня карман идет вниз. Поэтому я убираю карман наверх, до самого верха, видите? Выравниваю его с молнией. По нижнему краю молнии. Выкладываю. Беру булавочки и прикалываю булавками подкладку к ленте молнии. То есть не к карману, ни к чему так. К самой молнии. Сейчас вы увидите, что именно я делаю. Приколов вот так вот. Это делается для того, видите, у меня вот здесь вот все отстает, я приколола только к молнии. Потому что когда я сделаю мешковину вниз, у меня будет чистый край, не будет никаких швов торчать. Поэтому верх ногами вот так вот закололи. Вот взяла за этот хвост. И вот так просто пришила молнию к подкладке. Даже без наметок, без сил. Вот как приложила, так и пришила. После этого, после того, как я пришила этот край, поднимаю верхний и точно так же пришиваю к верхней части молнии. Все, у меня, видите, остается чистая мешковина. Я зашиваю вот так же два края. И у меня готов карман. Больше здесь не нужно делать ничего. Все будет пришито. Я зашиваю два краешка здесь. Краешек здесь, краешек здесь. И у меня готов очень чисто, красиво выполненный карман. Что может быть проще? Самая простая операция вшивной карман молнии. Подкладка готова. Карман для телефона. Ой. Карман для телефона. Карман для еще каких-то мелочей. Разъемный. Карман на молнии один. Карман на молнии второй. И еще два кармашка для любых мелочей на резинке. То есть накладные карманы, в принципе, берете любые. Я взяла из джинсовой ткани, более плотный кармашек для телефона. Мне кажется, это интересно. и удобно. Теперь остается только все это собрать. Поэтому я могу взять уже мою основную деталь, сложить ее и прошить вот этот край. то есть рюкзак у меня будет оформлен по кругу. То есть это будет уже такой круг полностью сшитый. И то же самое я делаю с подкладкой. Подкладку я складываю лицом внутрь и прошиваю. Смотрю, чтобы совпали размеры. Потому что подкладка, в принципе, должна быть немножко меньше, чем основное изделие. Чуть-чуть-чуть. Чтобы не было больших каких-то складок и мешка. Вот делаю эти две операции. После этого я начну собирать уже верхнюю часть. Мне нужно будет сделать клапан и стяжку для завязки. Мы сшили наш рюкзак по кругу. Внутри. Внешняя часть мы сняли по наружу. Вот последний шов, который я сделала. И после этого я собираю мой рюкзак пополам. Так, как мне нужно. Вот эти вот джинсовые части будут по бокам. Вязанные спереди-сзади. Аккуратно пополам складываю. Отмечаю эту часть. Видите, я отметила края вот так вот сложив пополам. Нарисовала линию. Вот. По этим линиям совместила шов 1 и линию нарисованную и прошила уголки. Уголки я сейчас обрежу и прометаю. То есть и оверложу. Люблю зигзагом. Ну, не оверлог. Для этой цели не нужен. Зигзагом просто прошить, чтобы не разошелся шов. И пока вот эта часть готова. Беру после этого подкладку. Точно так же лицом внутрь ее сшиваю. Причем сшиваю так, чтобы ее размеры совпадали или были на буквально на полсантиметра меньше, чем основная часть. Подкладка не должна быть большой. Она не должна стягивать, но она не должна быть больше изделия. если они будут одинаковые, будет очень даже хорошо. И делаю с этой подкладкой то же самое. Шиваю ее лицом к лицу, боковой шов, прошиваю нижний шов. После этого складываю так, как мне хочется. Где я хочу расположить карманы. В принципе, это не важно. Спереди они будут, сбоку, смотрите. Но единственное, что спереди и сзади на спине никто не влезет, никто не украдет ключ, что называется, со спины. И потом спина и перед будут наиболее прямые участки на них. Поэтому, смотрите, у меня один карман будет идти к спинке, тут, который подлиннее, покороче карман будет идти в передней части. И делаю все то же самое. Зашиваю по периметру. Вот здесь заложу уголки такого же размера у меня. Длина шва 12 см. То есть, как выровнять пополам, как ровно шов прошить? Серединка есть, 6 см в одну, 6 в другую. Вы никогда не перекосите. То есть, если вы ровно сложили вот эту складочку, для этого прорисовали линию, а здесь у вас есть шов, и отметили линейкой равные расстояния, у вас никогда шов не перекосится. То есть, 6 здесь, 6 здесь, 12 общий шов, 12 см, мое днище. Мне этого достаточно. Здесь на подкладке я делаю то же самое. Заложу сейчас такую же складочку, 12 см. Главное, чтобы моя подкладка не была намного выше нижней шов был где-то здесь. Ну да, карманы не будут никуда вылезать, все, все нормально, вот так и делаю. Потом я их совмещу и пришью общим швом за стяжку, которая будет держать у меня верхнюю часть. Мы прошили все бока, все прошито, зашито, уголки, которые мы зашили, днище, оверложили, у сумки и у подкладки. У подкладки, если она у вас из синтетики, как у меня, еще желательно пройтись огнем, запаять краешки, чтобы вообще ничего нигде не отваливалось. Видите, края запаяны, они уже не лохматятся, не распускаются, с ними вообще ничего уже не будет. То есть, это очень хорошо укрепляет край, ничего не вылезает никуда, никакие нитки, очень-очень удобно. Просто провести зажигалкой, спичкой или на отгазовую плиту аккуратненько, так, чтобы не подпалить. Теперь у меня задача пришить, а, выворачиваем и смотрим, что же у нас получилось в итоге. В итоге у нас получилось все очень ровно и все очень замечательно. Все очень красиво и хорошо выходит. Вот так вот все наши краешки, сумка, практически готова. Сейчас моя задача пришить планочки, которые будут у меня держать лямки. плитки. Продолжение следует... Продолжение следует...